Диагноз для экономики. В Вашингтоне сегодня проходит осенняя встреча МВФ и Всемирного банка. Крупнейшее событие, в ходе которого министры финансов и главы Центробанка в Большой Двадцатке сверяют позиции. Делегаты стран пытаются выбить новые транши кредитов. Чего ждут в фонде? Стабилизация или нового кризиса? И какая ситуация с Украиной? Дмитрий Анопченко следит за происходящим в штаб-квартире фонда. Лишь несколько дней в году Международный валютный фонд, закрытая в общем-то организация, где правила строгие, с заявлениями никогда не спешат, распахивают двери. Сотни делегатов, министры финансов и главы Центробанков, стран Большой Двадцатки, чиновники и банкиры со всего мира. Главное, что их интересует, к чему готовиться, чего ждать в экономике роста или падения. А еще, что скажет сама Кристин Лагард, что посоветует, благо сегодня есть возможность услышать это от нее лично. Чините крышу, пока светит солнце. Несколько необычно. Цитирую популярного поэта. Директор-распорядитель МВФ начала сегодняшнюю пресс-конференцию. Дескать, поспешите с реформами. По ее словам, ситуация в мировой экономике стабилизировалась, но сохранить все это можно, лишь проводя реформы. Наше предложение – никакого самодовольства. Время принимать такие решения, которые позволили бы людям и странам в целом получить результаты от этого экономического роста, а еще сделать его стабильным. Эту осень Лагард назвала не сезоном дождей, а сезоном действий. Призналась, будет уговаривать всех участников саммита. Действуйте, пока не поздно. Это же касается и Украины. Ситуация с получением очередного транша МВФ нашей страной откровенно сложная. В фонде недовольны ходом реформ. У меня была сегодня возможность буквально несколькими словами перекинуться с первым заместителем главы МВФ, Дэвидом Липтоном, который курирует Украину. Так вот, он хоть и сказал, мы продолжаем делать все возможное, чтобы достичь согласия, но чувствовалось, обеспокоен. В чем проблема? Мистер Липтон посоветовал и политикам, и обычным украинцам перечитать его недавнее интервью. Если кратко, в нем обеспокоенность ходом реформ. А еще до последнего остается открытым вопрос с требованием МВФ повысить цены на газ для населения. Смягчить этот процесс пытается сейчас министр финансов страны Александр Данилюк. И у него как раз в эти минуты встречи и переговоры тут, в МВФ. В любом случае, осенняя встреча МВФ и Мирового банка только стартовала. Здесь, в кулуарах, есть возможность неформально переговорить со многими сильными мира сего. И к финалу саммита финансистов, к воскресенью, появится ясность и по украинскому вопросу, и что ждет мировую экономику в целом. Из штаб-квартиры МВФ Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.